Привет! Все вы хорошо знакомы с компанией «АвтоСтронг». А теперь познакомьтесь с нашим мотобрендом «МотоСтронг». Мы сами привозим и выбираем мотоциклы из Европы, отдаём предпочтение байкам с минимальным пробегом, без аварийного прошлого и в отличном состоянии. Все наши мотоциклы готовы к поездкам и любым проверкам. Нужен четкий мотоцикл «Айда» в «МотоСтронг». Ссылочки и контакты в описании. Двигатель, который мы будем с вами сегодня разбирать, относится к славному семейству французских силовых агрегатов EW. Младший двигатель этой серии объемом 1.8, а старший 2.2. Он сейчас как раз будет перед вами. Встречаем! Итак, 2.2-литровый мотор EW12J4 можно считать самым навороченным из этой серии, хотя с этим может поспорить очень редкий 2-литровый турбомотор. Что имеем? Легкосплавный блок цилиндров, 16 клапанов ГБЦ с гидрокомпенсаторами. На впускном распредвале установлен фазовращатель, в приводе ГРМ зубчатый ремень, а коленвал еще приводит блок балансирных валов. Этот атмосферник применяли на Peugeot 406, 407, 607, а также 807. Citroёn применяли этот мотор только на минивэне C8. Это как раз наш случай. Чуть позже расскажу почему. Двигатели серии EW надежны и неприхотливы, но реальных врожденных проблем не имеют. При нормальном масляном сервисе вы не столкнетесь с глобальными поломками этого силового агрегата. Тем не менее, данный конкретный экземпляр попал к нам из-за механических проблем. Сейчас посмотрим, что в нем не так и какие детали требуют пристального внимания. Сверху по впускному коллектору проложены трубки системы вентиляции картерных газов. Здесь же находится маслоотделитель с регулирующим мембранным клапаном. В общем, вся эта система никаких нареканий не вызывает. Однако в сильный мороз она может стать причиной того, что двигатель выплюнет пару литров масла через трубку щупа. Причина и проблемы стандартные. Зимой в трубках системы вентиляции замерзает эмульсия, то есть смесь влаги с парами масла. Давление картерных газов растет, оно никуда не уходит и тогда масло выдавливает через трубку масляного щупа. Бывало, что такая эжекция масла приводила к провороту шатунных вкладышей. Чтобы избежать замерзания, надо хорошенько отмыть трубки системы вентиляции и маслоотделитель от сгустков и грязи. Также стоит избегать коротких поездок, потому что масло в картере должно хорошо прогреваться, чтобы влага испарялась. А влага там берется из-за свежего воздуха, который попадает в картер. Как мы говорили в начале, двигатели серии EW устанавливали на минивены. Так вот, в этом случае для заправки масла используется дополнительная маслозаливная горловина, потому что на минивене невозможно залить масло в штатную. Дроссель на моторе 2.2 служит долго, пройдет даже 300 тысяч километров, но периодически дроссельную заслонку надо чистить от налета масляного и сажи, и системы вентиляции картера. Менять дроссель частенько приходится из-за разрушения шестеренок в его сервоприводе, но сегодня чудеса 3D печати сделают так, что можно сделать любые шестеренки. Новый дроссель стоит от 240 до 700 долларов. Позвоните в «АвтоСтронг» и купите вот этот отличный дроссель в разы дешевле. Катушка зажигания двигателей EW серии модульная. То есть, если появились пропуски зажигания в одном из цилиндров, то тогда придется менять весь модуль. Хорошая новость в том, что оригинальный модуль либо хороший заменитель служит по 150 тысяч километров. И, кстати, пробитые изоляторы можно заменить отдельно. Комплект обойдется 90 долларов. Форсунки этого двигателя служат хорошо и долго, но при пробеге в 300 тысяч километров чистка им не помешает. Если двигатель слабо тянет, либо же нестабильно работает, но с системой зажигания всё хорошо. Оригинальные форсунки стоят по 160 долларов, а заменителей каталоги не дают. Но те люди, которым нравятся французские авто, обнаружили, что форсунки для этого двигателя подходят от двигателя ZMZ 406, а там цена за штуку всего лишь 30 баксов. Над масляным фильтром находится теплообменник. Теплообменник долговечный, а вот уплотнительное кольцо между ним и его кронштейном со временем рассыхается и начинает пропускать антифриз. Антифриз не льется рекой, а вот потихонечку капает. Антифриз может достигать до компрессора кондиционера, и тогда этот узел будет влажным снизу. А также антифриз достигает и шкива коленвала. Иногда утечка бывает довольно сильной, и это приведет к перегреву двигателя в дальней дороге. Для уплотнения теплообменника используется по каталогу два уплотнительных кольца. Они разного диаметра, но по факту подходит одно уплотнительное колечко меньшего диаметра 62 мм. Ну что, разобрать EW12J4 нам сегодня поможет наш очень сильный Артур. Встречаем, и мы начинаем нашу разборочку. Клапанные крышки на двигателях EW серии для разных объемов двигателей разные. Частенько они дают течь маслом. Но в этом виноваты не сами крышки, а вот эти вот прокладки. Вот в этой вот передней клапанной крышке, которая находится над впускным коллектором, есть лабиринт системы вентиляции картера. Так вот, при замене прокладок лучше взять его лишний раз почистить. Ну а что мы видим под клапанными крышками? Два распредвала, 16 клапанов и, о боже, черный масляный нагар. Видно, что в этом двигателе масло доливали, а не меняли полностью. Итак, состояние кулачков хорошее. На впускном распредвале установлен фазорегулятор старой винтовой конструкции. Это не лопастной агрегат, как на современных двигателях. Снаружи к этому фазовращателю прикручена шестерня для зубчатого ремня. А в конструкции этого фазовращателя есть пружина, которая со временем ослабевает, и это приводит к появлению посторонних звуков, то есть стрекота. Очень интересно, что никаким ошибкам по системе управления двигателем это не приводит. То есть двигатель нормально заводится, нормально тянет. Стрекот появляется только при запуске двигателя и исчезает при перегазовке до 2500 оборотов. Новый фазовращатель стоит 320 долларов, но пока двигатель нормально тянет и нет никаких проблем, никто не пытается его менять. Но чтобы избавиться от шума, умельцы придумали несколько способов. Первое. Кто-то умудряется разобрать фазовращатель и компенсировать сжатие уставшей пружины подкладыванием шайбы, а также добавлением еще одной пружинки. В этом случае фазовращатель замолкает надолго. Менее хлопотное решение – это подключение к соленоиду управляющего гидроклапана дополнительного питания через выключатель в салоне. Суть в том, что после запуска мотора и когда он начнет тарахтеть, надо этот выключатель включить на минут 10 минут. Тогда управляющий клапан начнет работать, и фазовращатель поступит масло, и он перестанет тарахтеть. Ну а если помимо тарахтения присутствуют ошибки, мотор плохо запускается, плохо тянет, то тогда придется менять старый фазовращатель на новый. Шкив выпускного распредвала этого двигателя непростой. Он утяжелен и оснащен балансиром. Это особенности ранних моторов с одним фазовращателем. Ломаться в этом шкиве нечему, но лет через 15 балансир может вывалиться из шестерни, но обычно это ни к каким поломкам и проблемам не приводит, а замечается только, когда меняют ремень ГРМ. Такой вот агрегат стоит 100 долларов. Зубчатый ремень ГРМ надо менять каждые 120 тысяч километров. Вместе с ним надо поменять еще и помпу, которую он приводит. Для замены ремня ГРМ надо фиксировать валы стопорами. Отверстия под стопоры присутствуют на шкивах распредвалов. Также соответствующие отверстия есть еще и в ГБЦ. Коленостопорится через маховик. Отверстия для стопора есть в колоколе позади мотора со стороны выпускного коллектора. После этого старый ролик и ремень сбрасываются. Устанавливается новый ремень, новый ролик. Натяжение ремня регулируется вручную путем проворота эксцентрика. Тут есть индикатор и вот эта стрелка должна совпадать с выемкой на кронштейне. После этого можно вынимать все стопоры, а затем обязательно надо раз 10 провернуть коленвал на полные обороты и проверить натяжение ремня. Чтобы коленвал вращался легче, нужно выкрутить свечи зажигания. Головка блока цилиндров этого двигателя никаких слабых мест не имеет, то есть с ней все хорошо. Но если злоупотреблять заменой масла, то есть экономить на замене масла, а также менять с увеличенными интервалами, могут засориться и застучать гидрокомпенсаторы. Также с пробегом более 500 тысяч может понадобиться замена маслосъемных колпачков. Но это, в принципе, можно сказать про любой другой двигатель. Ну а по вот этому нагару мы сделаем вывод, что этот моторчик масло подъедал. Блок цилиндров этого двигателя легкосплавный, с открытой рубашкой охлаждения. Чугунные гильзы, да и вся ЦПГ этого двигателя очень выносливые. Опять же, если не экономить на моторном масле. Экономия на моторном масле приведет к залеганию поршневых колец и сопутствующему расходу масла. Если говорить о состоянии цилиндров, в принципе, все хорошо, только есть небольшие потертости сверху. Ну и виден нагар на донышках поршней. Балансирные валы приводятся от коленвала ка со зубами шестернями. Ни с коленвалом, ни с балансирами, у этого двигателя проблем нет. Как мы и говорили в начале, цилиндропоршневая группа этого двигателя надежная и проблем с ней не возникает. Но даже ее может убить некачественное масло, либо же большие интервалы замены. Так вот, что мы видим? Коренные вкладыши с глубокими бороздами, которые ощущаются на ощупь. Также шатунные вкладыши с царапинами. Коленвал с царапинами, но на ощупь эти царапины не ощущаются. Также обратите внимание на поршни. Здесь закоксованы все маслосъемные кольца. Компрессионные кольца не залегли. Ну и графитовое напыление на юбках поршней потерто. Верхние коренные вкладыши тоже с царапинами. Ну что, разборка закончена. И сегодня мы разобрали простой и надежный двигатель, у которого нет глобальных проблем. Просто обслуживайте его вовремя, то есть меняйте масло вовремя и используйте более качественное. И тогда будет вам счастье. Если вы хотите, чтобы мы делали такие классные и подробные обзоры, то нам нужна обязательно ваша поддержка. Подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк этому видео, напишите комментарий и поделитесь этим видосом в соцсетях. Помните, что поддержка нашего канала – это плюс 500 тысяч километров к ресурсу вашего автомобиля. С вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».